Добрый день, друзья! Сегодня у нас 9 марта 2001 года, уже прожили мы больше чем 20 лет в 21 веке, а деградация продолжается, деградация в целом, много этому примеру, и в частности, и деградация умственных способностей детей, а заодно и физическая и прочая. Тема бесконечная, но опустить руки я не могу. Итак, серия фильмов на эту тему. Не пугайтесь, они будут короткие, они больше чем 25-27 минут. Итак, воспитание детей. Вот сюда я вставил почти что афоризм. Моему внуку было 6 лет, когда он произнес. Вселенная не бесконечна, огромные черепахи времени держат огромный космос, и эти черепахи бесконечны. Прошло 3 года, я его недавно спросил, помнишь, что ты произнес эту фразу? Он и сейчас эту фразу помнит. Почему, откуда? Иногда кажется, что наши дети, это все-таки, как и мы, бесконечны, бессмертны. Просто переходим от одной стадии к другой. Больше ничем я это объяснить не могу. Ну, пойдем дальше. Письмо от Александра Смотрителя. На самом деле, он мужик умнейший, поэтому его на самом деле зовут Александр Песоцкий. Живет он в Мешкороле. Читаем. Мечта фармкомпании – это дохлый, больной человек, который хочет прожить в каторжной работе день, и для этого он вынужден покупать каждый день дорогучие таблетки. Еще лучше пройти процедуру врача, который назначил ему дорогую таблетку. Врачи ведь тоже подельники, их тоже кормить надо. И тут крутятся все деньги, и пищевая промышленность, и химические сады, вот хорошее слово – химические, и трупные заводы, мясокомбинаты, и маркетинг, и реклама, и телевидение, интернет, и откаты, и взятки. Тупого современного человека легко доить. Вот об этом, друзья, мы и будем говорить, как мы создаем из детей тупых современных человеков. Письмо Ивар. Привет, товарищ Железов, вы недоответили, и на вебинаре я набрался наглости написать сюда. Вы хотите, чтобы у вас были последователи? Я хотел бы стать одним из них, но для этого мне надо понять все до конца, без додумывания. Такие вопросы. Сколько лет назад появились первые культурные деревья? Примерно. Отличались ли они от современных, или современные культурные? Они есть. Еще возник вопрос. Например, груша неплохо приводится на рябину и руку боярышник. Короче, они род тюники, а значит, у них был общий предок. Видите, как здорово. Вот, как я людей в свою веру превращаю. Как выглядело это дерево, по вашему мнению, и было ли оно культурным? Кстати, у груши и яблони, походу, также был общий предок, и не мешало бы узнать о нем для расширения кругозора. Простите, что столько спрашиваю, позвонить не могу, живу в Приднестровье. Прошу вас не обижаться, если мог приехать бы к вам и расспросить обо всем. Но не исключаю этого, но пока средств не хватает. Вы верующий человек, так понимаю, и знания нынешние ваши вам дал Бог. Дайте ответы, пожалуйста. Желаю вам очень долго прожить на этом свете и добиться своей цели. Ваш заочный ученик Ивар. Дорогой Ивар, отвечаю я, спасибо за доверие. Так, телефон-то я отключу, не дай Бог позвонит. Секундочку. Так, готово, отключил. Итак, дорогой Ивар, спасибо за доверие. Наше прошлое – это открытая книга. Информации стало так много. Именно в геологии, почвоведении, минералогии, палеонтологии. Мешает только истины, ставшая кормушкой для всех систем образования, религий, истории, мифологии. А правда проста, несколько моментов. ДНК живых существ, начиная от бактерий и кончая человеком, настолько сложны, что не могли развиться совсем недавно в масштабах Земли. А они, внимание, старше на триллионы лет. Посмотрите на срезы котлованов. Увидите четкие границы скальных пород, глин и почвы. Вы поймете, что тело планеты искусственное. Та же стройка. Та же стройка. Попыток строительства планеты было несколько. Доказательств их много. Но хватает одного, необъяснимого наукой Кембрийского взрыва, практически одновременного появления морей и мгновенного заселения сложными организмами. Окончание. Последняя попытка упорядочения мироздания. Искусственная Луна. Необъяснимым способом. Буквально приякоренная к Земле одним боком. Она же с точностью до сантиметров имеет выверенную траекторию, создала условия для комфортного существования последних эмигрантов. А самые последние. Мы, люди, так и не сумевшие адаптироваться к полуторной силе тяжести. Привезли наших предков. Или они просто сами. Может не привезли. Не тюрьма же, а может быть и тюрьма. Привезли наших предков 40 тысяч лет назад. А это всего 1-2 тысячи поколений. Вы представляете? До сих пор ищут хотя бы один череп старше этого. Плюс привезли готовые культурнейшие растения. Внимание. Окультурных собак, кошек. Затем, естественно, одичание. Из-за эффекта Маугли. Утери системы воспитания. Причину не знаем. Результат. Наши мозги заблокированы на 95%. Гениальные мозги. Как у того Тимоши. Ну, из-за того, что быстро все гениальность вытравят в школе с помощью тупого методик. Придуманных тупыми. И рассчитано только на выживание. Но дебильная по сей пору система образования с момента рождения приводит к отупению. Блокировка лишних способностей. Бездолжные тренировки, замененные на зубрежку. Увы, у взрослых. Редкие проявления гениальности. Внимание. Это последствия травм головы. Ну, это когда это самое. Блокировка после травмы снимается. Однако это частично. Связь с предками, основным миром, с помощью особой способности мозга, так называемого, быстрого сна. Наука так и не разгадала его смысл. Научитесь медитацией. С вечера загадать проблему, будете уторвать ответ. Вот это. Но человек, который ко мне обратился этим письмом, это я в целом рассказывал, а еще ему нужно было ответить на конкретные вопросы. Итак, судя по всему, когда я по себе, это отдельно, мы об этом говорили, будем говорить в других местах. Но, судя по всему, стоит только деревья ставить более культурные, более благодатные места. С них вот этот налет дикости как слизывается сразу, и они становятся снова прекрасными, вкусными, крупными, красивыми плодами. Как это я добился в Сибири? Вот, сейчас я вам быстренько покажу. Я, может быть, несколько раз показывал, но нет предела совершенству, есть такое выражение, да? Нет предела совершенству. Вот, сейчас я быстренько, быстренько. Мой сайт, фотогалерея. Вот это все в Сибири в жесточайшем климате удалось сделать только потому, что условия я им улучшил с помощью адаптации культурных растений к дикарям. И подробнее я сейчас говорить не могу, но именно к дикарям. Так, и стоило только с помощью сближения сделать биологическую совместимость. И они почувствовали себя на исторической родине и стали вот такими. Кстати, вот он, Тимоша мой. Тот самый, который произнес такую фразу удивительную. Видите, вот он, гений, которого школа сделает тупым. Это я вам сто процентов, я этому помешать не могу. Ладно, посмотрели, вернулись к нашим, чуть не сказал, баранам. Итак, учитывая то, что я сказал, то, что налет одичалости снимается с деревьев, как только они оказываются или в более благодатном климате, как бы возврат на историческую родину, или, если в этих словах, создать искусственные прививки и с помощью наслоения ментора по железному мировое открытие, скромное такое, мировое, Дубльская премия была бы. И тогда получается, что изначально деревья были культурными. Фактически, Ивару я на этот вопрос ответил. Тут еще какой-то вопрос был попутно. Да, груши приваются на рябину Иргу Боярышни, лишний раз говорит о том, что общий предок у них был, только он был общим. Это знаете, как бывает. Вот мы, яблони и груши, приваются друг на друга. С огромным трудом, но можно их даже где-то перепылить друг другом. Но я представил себе, как деревья имеют такую огромную гибкость. Попало, разносятся семена, попало в сухое место. Вот, прижилась там, а до воды далеко. Вот, как часть погибла, часть, какая-то часть, может, одна выжила, потому что корень оказался чуть глубже других, достала до воды. И так, это, год за годом, век за веком, получилось, естественно, изменились плоды, потому что приспособились именно к этому климату. А другие пошли на север, там холоднее, там обязательно, там, может быть, влажнее, получилась яблони. Все это расползалось по всей земле, получались из генотипов фенотипа. Но мы про это продолжать не будем. Вот так вот, в целом, это выглядело. Вот, а почему они родственники? Да мы даже с этим, даже мы родственники. Сребина, Иргой, Боярш, даже мы люди. Так, ну что, смотрим, что там у нас будет, следующая тема. Вот, что случается, а это все у меня под одним этим, под одним лозунгом. Да здравствует здравый смысл в школах воспитания детей. Что случается, когда поколение ЕГЭ занимает руководящие посты? Вот это вот не я. Это я слям, зелико, скопировал с интернета. Но это очень, очень, очень интересная статья. Она в нашу тему. Я все больше прихожу к убеждению, что панические метания и тотальный коллапс экономики в всем мире стал средством того, что выросло и стало у руля государства новое поколение. Это то самое поколение, выросшее на идиотских компьютерных мультиках, третьесортной музыке с МТВ, затем было ЕГЭ и психометрические тесты, отсеившие любые проявления индивидуальности. А уж в институтах подхватили построение алгоритмов и диаграмм слабо применимых в реальной жизни. У людей, владеющих исключительно узкой специализацией и выросших на компьютерах прогнозов будущего Вселенной, есть одна проблема. Дело в том, что абстрактно говоря, они при этом не умеют ни колесо с автомобилем поменять в случае прокола, ни ежницу пожарить, если жены нет дома. Не уже тем более грабителю дать отпор, не уже тем более просчитать, как они будут завтра строить алгоритм, если тупо отключат электричество и компьютеры прекратят функционирование. Вот, вот видите, это все правда. Но там нет, знаете, что самое главное? Умнее, если человек это все написал и про компьютеры, и про русскую специализацию, но в основе лежит другое. В основе лежит то, что у... Это поколение, лично я называю поколение памперсников. Вот как правильно. Существует детский организм с первого дня рождения и до рождения. До рождения, ладно, тут мы бессильны. Но с первого дня ребенок, его полоорганы, особенно касается мальчиков, попадают, оказываются в памперсах. И с этого момента начинается не то, что деградация, а замедленное развитие организма. И к взрослому состоянию, которое называется 18 лет, помните там это самое, ценз, значит, когда можно голосовать и так далее. Ну, 18 лет, они еще дети. И в дальнейшем это отсталость в половых органах, речь идет о яичках мальчиков, они, к сожалению, не всегда остаются детьми полонезрелыми, скажем так. Потом они снова родят детей, бедная семья, где часть детей становится, если не голубыми, то все цвета разуги. Это, к сожалению, реальность, которую никто не видит, не замечает. Почему? Потому что они уже не способны еще и мыслить, чьи дети становятся взрослыми, чьи яички заключены и придавлены к телу днем, ночью, утром, вечером с помощью тесных нежного белья. К тому же, даже когда уже отпадают, памперсы уже не нужны, все равно продолжается вот эта вот страшная вещь. В результате имеем вялые сперматозоиды, которые дадутся вялое потомство. Вот. И еще одно-два поколения их она. Вот. Как получилось, что в школе об этом не знают, родители не знают, министры, минпровоса, академики. И вот. И если теоретически еще знают эту самую, как ее это самое, первый канал, да, это чуть не назвал ее правильно, кто она такая на самом деле, ведущая по медицинской тематике, показывает, что, рассказывает, что одно яичко должно быть у детей ниже другого. Вот. Как будто от нас это зависит. Должно быть. Вот. Это нормально. Но даже она, не хватило у нее мозгов объяснить, что... Да, она говорит, что яичко должны болтаться. Но что, почему, если они не болтаются, вырастают деградированные дети, а потом у них и каждое поколение все больнее и больнее, только потому, что, самое главное, да скажи ты на всю страну хотя бы ты. Это твоя тематика. Ты же сама сказала, что яичко должны болтаться. Почему они должны болтаться? Температура на 2-3 градуса ниже, чем температура тела. Только при этом сохраняется работоспособность, жизнеспособность сперматозоидов. И по мере развития ребенка количество сперматозоидов и качество сперматозоидов. Охлажденная болтаться, а сам образ жизни этому препятствует. Значит, на волю детей, на волю, на свежий воздух, пинками, как угодно. А так как они уже полностью обречены, нету их на площадках, на детских площадках, нету их на стадионах. Все. Кто меня давно знает, прекрасно знает, что это такое, когда я фотографии показывал летом, весной, зимой, осенью. Вот. На этом стадионе, на этих самых, на площадке, на двух площадках, где я бываю каждый день с детьми. Вот. Никого, ни одного ребенка, ни единого. Залили каток. Никого. Две-три девочки, еще меня всегда это умиляет. Две-три девочки приходили, каток залили. Ничего, никого. Что же творится-то? И вот. Я криком кричу, бесполезно. Вот. Яички должны быть одно выше, одно ниже. Все пределы этих самых. Вот так вот. Ну что, выговорился в очередной раз от толку с того. Не знать о том, что они должны быть охлажденные, их нельзя прижимать к телу. А сколько дети сидят, сколько дети лежат в постели, спят в трусах, ходят в трусах тесных. Вот. А вот это мой мир. Вот это мой мир. Девочки тоже касаются. У них не такие катастрофические последствия, когда отсутствие физических занятий. Вот. Вот это мой мир. И все, что я сказал, я подчеркиваю. Я не мечтатель, я не болтун. Я не мечтатель. Вот. Давайте сейчас остановимся на этом. Назовем это серия номер раз. А потом будет серия номер два, номер три. Вот. И вот. Потому что она бесконечна. И так я отключаюсь. И вернемся к этому через некоторое время с продолжением. Болеть из-за своих мальчиков. До сих пор. До сих пор. Субтитры сделал DimaTorzok